Пастор Ириэль, что, как ты отреагируешь у тебя, часть образования твоего, как доктора, да, медицинская, ты к этому был причастен, вот что ты скажешь, откуда берутся болезни, как с ними справиться, вот все то говорит пастор Ириэль, или все-таки, все-таки Бог придумал все это, что ты скажешь? Во-первых, добрый вечер, во-вторых, я думаю, что если бы все было так однозначно, то уже на протяжении двух тысяч лет не велись бы дискуссии, и мы сегодня, скорее всего, не придем к общему знаменателю, я не могу сказать, что я не согласен с тем, что сказал Ириэль, есть некоторые вещи, которые я хотел бы добавить, потому что, когда вот у меня случилась эта вот история, больше года назад, почти полтора года назад, с ногой, я расскажу, у меня было воспаление, связанное с инфекцией, как она попала, до сих пор никто не знает, но она как-то попала в кости, в сустав голеностопный, в общем, короче говоря, все пришло к тому, что 1 ноября 2019 года меня положили в больницу, и положили мне в больницу, сказали, что, скорее всего, я уйду домой без ноги, и понятное дело, что там, как бы, врачи нарисовали самую печальную картину, я уже было, смирился с этим, думаю, ну, без ноги, главное, живой, потому что от такого диагноза действительно можно утром не проснуться, скажем. Но потом, когда уже меня отвезли в операционную, я, как бы, давал предварительную операцию, еще не ампутация, я просто лежу там вот и жду, когда там меня посмотрят анестезиологи, начинаю размышлять, молиться, говорю, Господь, а почему, собственно, я должен, я пришел сюда на своих двоих ногах, туда я дошел действительно на своих двоих ногах, вот пусть с палочкой, но на двоих ногах, я же должен уйти отсюда тоже с двумя ногами, я же пришел сюда лечиться в эту больницу, а не калекой возвращаться. Как-то вот молился, думал, и мне пришло в голову такое вот такое откровение, Иов, которого мы все знаем, очень часто цитируем, вот мы знаем, кто допустил болезни, да, Бог допустил болезни, Кто их принес туда? Понятно, что не Бог, и принес это дьявол. Да, там написано, что дьявол отошел и дал ему болезнь. С одной стороны, да, мы видим, что Бог допускает, с другой стороны, для чего он допускает? У Иова ведь все эти мысли, которыми он там, ну, вы говорите, он не согрешил против Бога, да, но Богу не нравилось, как он мыслит. Они же ведь появились у него не во время того, как у него появилась эта проказа, они были у него и до этого. То есть, Богу нужно было каким-то образом Иова привести в состояние, когда он, наконец, задумается о том, что он где-то мыслит неправильно. Потому что все остальное у него было хорошо. И это одна из причин, почему Бог допустил болезни. Душу он сохранил, а болезнь он допустил. И получилось, что на самом деле Иов вот в этом состоянии... Ну, так же, как он допустил грех. Люди захотели согрешить, согрешили. Он не инициатор этого, но он, как бы, зная или допуская, чем это закончится, все равно дал возможность на это выбор человека. Да, но я не к этому введу. Я введу к тому, что иногда Бог, вот говорят, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Так говорит Писание, причем неоднократно. И нужно было как-то смириться. Почему Иов никогда не пришел бы к тем же самым выводам, которым пришел, размышляя со своими друзьями, не будучи в этом состоянии? Ну, мое такое мнение было. Он был занят другими вещами. Он постоянно был занят тем, что приносить жертвы за своих детей, беспокоиться о них. Там у него была куча всякого имущества, о них нужно было заботиться. Ему некогда было чистить свое сердце, чистить свой разум от мыслей, которые не нравились Богу. И когда он оказался в такой ситуации, когда он слышит, что люди, окружающие его, говорят неправду, он это понимает. Хотя вот читаешь, вроде как там все классно говорят, они-то друзья и овцы там говорят все красиво, но у Иова самого внутри поднимается неправда. Вы неправду говорите, не так это на самом деле. Бог другой, Бог не такой, он не наказывает. Вот в другом состоянии, скорее всего, он до этого не дошел. Я так подумал, что если меня Господь сюда привел, я вот уже обречен тут лежать месяц в этой больнице, значит, он для чего-то меня сюда привел. Я начал очень много размышлять на эту тему. И, наверное, в моих осознаниях очень много чего изменилось. Потом было время, когда я лежал дома еще три месяца, в общем, то сказать, безвылазно, именно в горизонтальном положении. Но самое главное, что Бог оставил меня с ногой, самое главное, что врач, который был атеистом и позиционировался как атеист, спросил меня, ты должен рассказать мне о своей вере, потому что то, что у тебя произошло, это сверхъестественно. Она говорит, это к медицине не имеет отношения. Я недавно его встретил, он сказал, говорит, ты уже ходишь без палочки? Я говорю, да, я хожу без палочки, причем давно. Он говорит, удивительно. Он 40 минут, но слушал проповедь Евангелия. Причем, это он меня попросил, я не навязывал. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что да, Бог допускает, Он допускает болезни, потому что Он хочет, чтобы мы каким-то образом поразмышляли с другой стороны на тему того, что с нашим сердцем творится и что творится с нашим сердцем. Видите, какая разнополюсная у нас программа.